Максим Мельников Максим Мельников Максим Мельников И вот, например, три из самых таких популярных, которые меня интересуют. Итак, что такое World of Tanks на сегодняшний день? Все цифры переведены специально только для русского региона, чтобы, грубо говоря, характеристика нагрузки на сервер и так далее. У нас более 800 тысяч играющих в пике игроков, соответственно, это вот те люди, которые в 8 часов вечера примерно по Москве сидят, доиграются танчики, вместо того, чтобы смотреть новости, уделить время семье и так далее. Порядка 8 миллионов сообщений в секунду. Соответственно, игрушка, многие представляют достаточно себе реалтайм. Каждый игрок регулярно получает обновление мира, 800 тысяч игроков, ну и порядка 8 миллионов сообщений. Это как у ДП-пакетов, которые не получаются информацией о том, как изменился игровой мир. Вот, достаточно такая серьезная нагрузка на подсистему. Обслуживание игрушки на серверах занимает порядка, грубо говоря, 300 серверов достаточно мощных. Вокруг всего этого существует такая значительно большая веб-обязка, поскольку разработка не заканчивается на разработке игрушки. Нужно там заниматься всевозможными вопросами, всем тем, что люди занимаются, кроме как игры. Вот. Ну и поскольку игрушка креянская, она, есть такая для нее характерная проблема, она большая по размеру, и наша аудитория достаточно регулярно играет. С патчем, который у нас выходит раз в месяц, возникает вопрос о необходимости ежемесячного обновления. Вот. Соответственно, вот эта аудитория, которая у нас есть, выливается в то, что нам нужно раздать людям примерно 5 петабайт, ну, обновлений, только самой игры, там, без учета, там, самого игры. Ну, 5 петабайт, если кто-то забыл, это примерно 5 миллионов гигабайт. Так вот, весьма серьезно. Итак, как бы, некоторый план того, что мне хотелось бы вам рассказать. Сначала я немножко проговорю про игровой сервер, про то, как он внутри работает, хоть он использует внутри движок BigVault, я попытаюсь объяснить основные моменты, как он внутри себя функционирует, чтобы вам это было полезно, возможно, в разработке ваших движков, вашей архитектуры. Немножко проговорим про сетевой трафик, он такой весьма достаточно, ну, взрывной и проблемный для сетевого оборудования. Вот. Как дальше, как мы докатились до понятия метакластер и вот те самые R1, R2, R7, которые вы выбираете у себя при старте игрушки. Какое в этом всем имеет значение веб-обвязка и что, собственно, мы делаем с обновлением клиента так, чтобы не сойти с ума. Итак, архитектура World of Tanks. Клиент игры — это тонкий клиент-плеер. Самое главное наше, ну, know-how сервер — это просто плеер такой специальный, он понимает 3D-команду, ну, клиент просто принимает команды, просто проигрывает и отправляет назад ответ. Соответственно, клиент не рассчитывает ничего, кроме графики. Клиент действительно понятия не имеет, где расположены остальные таймчики. Ну, и вот дело просто проигрывать конкретную сцену с достаточно четкой позицией камеры и анализом того, собственно, что к игроку надо показывать. Расчетом всего занимается сервер. Отсюда, собственно, и следует наша необходимость в том, держать очень мощные сервера. Все это, ну, миллионы этих игроков, сидящие на сервере, играют там в миллионы фактически боев. И, собственно, это такая весьма серьезная числодробильная задача — посчитать патрончик каждый, посчитать каждый выстрел, посчитать проходимость для каждого танка, куда он может ехать, что нет. Полностью вся логика рассчитывается на серверы, включая там всякие физики разрушений, и после выстрела там стена разрушилась или нет. Соответственно, кластер, чтобы все это обслуживать, ну, такая-то из какой же терминология, вот эти вот сотни процессов, работающих там на сотнях серверов. Ну, то есть на одном процессе мы запускаем там, дальше будут касаться несколько процессов, они обслуживают каждую свою задачу, на соседнем сервере еще пару процессов, и, грубо говоря, игрушка потихоньку рассчитывается. Для всех игр на самом деле характерен еще такой важный нюанс, как то, что игрушка на самом деле является пошаговой, просто в ней шаги очень маленькие. Каждый бой все-таки там детерминирован, порядка десяти событий в секунду происходит, таких вот миленьких шажков. Соответственно, отсюда исследуют там необходимость рассылки обновлений игрового мира. Вот, теперь несколько про, ну, так вот, весьма-весьма-весьма схематично, чтобы не углубляться за короткое время, из каких систем состоит игровой сервер, кластер. Собственно, с одной стороны у нас есть хранилище, грубо говоря, там две базы данных MySQL, в том плане, что одна отвечает за аккаунты игроков, вторая такая служебная, через которую реализовывается дополнительный функционал. Две очень такие большие базы, которые все это обслуживают. Ну, таким некоторым сториджем мы считаем RabbitMQ, в том плане, что иногда в нем хранятся данные, иногда надо туда их забрать, иногда надо туда положить. Вот, соответственно, для нас это какой-то механизм взаимодействия с внешним миром. Вот, поскольку сам движок, ну, он как бы бигволдовский, он такой весьма специфичный, в нем есть некоторые понятия, которые хотелось бы пояснить. Соответственно, движок состоит также из нодов. Это процесс, когда стартует, он не бывает нескольких типов, соответственно, вот BaseUp, CellUp, LoginUp. Каждый из них занимается, ну, своим типом событий. BaseUp, например, отвечает за, является точкой коннекта игроков, куда они посылают пакетики по УДП, и фактически, когда вы играете в ангар, ну, там, не знаю, в магазине что-нибудь покупаете, или там танчик свой рассматриваете, это вы сидите на BaseUp. На CellUp рассчитываются бои. Соответственно, куча игроков, каждый сидит на своем BaseUp, стартует бой, получается такая изменка, и товарищи играют, начинают на CellUp обсчитывать различные штуки. Бои, выстрелы и так далее. Ну, LoginUp — это просто процесс логина, во время работы которого человек просто логинится, он просто проверяет Credential, и на BaseUp открывают UDP-порт, и человек логинится. Ну, а менеджерсы — это такие три специфичных процесса, они существуют в единственном виде, которые просто занимаются менеджментом задач. Вот, вот то, что я здесь рассказывал слегка, поснил более подробно, что где, на какой ноде расположено. Соответственно, вот слева на BaseUp это в основном такая аккаунтная информация, а на боевом уже, грубо говоря, все танчики, все там выстрелы, по таким понятиям, как база, слежение за тем, какой объект разрушен и так далее. Здесь важный момент, ну, как бы стоит добавить, что бой далеко не всегда влазит на один CellUp. Иногда возникает ситуация, что, соответственно, половина боя считается на одном физическом сервере, вторая половина на другом, и, собственно, вот эти объекты между собой взаимодействуют. Соответственно, ближе мы подошли к вопросу, как ведется разработка. Вся разработка ведется на питоне, так быстрее, так, ну, скорость разработки это на самом деле очень-очень важный параметр, и разработку, в том числе и логику игры, должно быть всегда очень просто менять. Соответственно, разработчики движка выбрали питон как основу, но мы продолжили. GC по понятным причинам выключено. Поскольку игрушка реалтаймовая, нам лишних проблем не нужно, программистам просто при разработке нужно быть чуть более аккуратными, чтобы не возникало никаких проблем. Там, где у нас проблемы возникают с перформансом, часть переписанности при плюс, но это на самом деле совсем-совсем чуть-чуть. Внутри кластер на RPC, то есть обращение к соседней ноде, вот, оно реализовано на механизме сообщений. То есть вы не можете вызвать метод у другого объекта, вы просто посылаете ему сообщение, и он вам когда-нибудь, может быть, в ответ пришлет другое сообщение. А может не вам, возможно, кому-то другому. Вот, соответственно, нет понятия там, вызвать метод у кого-то объекта, вы просто посылаете ему сообщение, он его обрабатывает. Ну и внутри деклокластера, с учетом того, что все сервера расположены друг с дружкой, фактически в одной или в двух нескольких соседних скобках реализована механизм гарантии доставки поверху DP протокола, чтобы эти сообщения всегда гарантированно доходили. Ну, внутри этого протокола на самом деле все просто. Это по своей сути какая-то такая вариация собственной реализации на тему TCP, только с тем нюансом, что если пакет не дошел за 2-3 миллисекунды, то можно сразу его перепослать. Мы же в соседних стойках находимся, наши объекты. Вот, 800 тысяч игроков — это большая проблема по отказоустойчивости. В том плане, что сервера вот эти вот боевые, бейзапы, целапы имеют свойство иногда падать под нагрузкой, возможно, где-то программисты ошиблись в игру, возможно, железа вышла из строя. Также с учетом того, что у нас, ну, грубо говоря, игрушка реалтаймовая, мы вынуждены все объекты держать в памяти. Соответственно, у нас есть сервер, в котором все 8 миллионов объектов висят просто в памяти, размазанных по серверам, готовы принимать вызовы, готовы их обрабатывать. Вот, чтобы как-то сделать так для игроков, чтобы в случае падения не проходило значительного отката, потому что по большому счету коммит в базу происходит при логине, происходит чекаут, игрок играет, при логауте, соответственно, его происходит коммит, а процессы падают. Чтобы этого избежать, реализован следующий такой подход, что во время работы сущности, сущность вот этого, аккаунт, клан там или любой, они периодически бэкопируются на соседние ноды. То есть сам движок отвечает за то, чтобы объект взять, полностью вкопировать, сказать ему, что ты не активен, вот, и в случае отказа, если какой-нибудь сервис падает, менеджер понимает то, что, собственно, объект больше недоступен, выбирает того, на кого передать управление, передает. Таким образом, игроки, да, действительно теряют какой-то объем геймплея, в том плане, что их может выкинуть из боя, их может, там, поразить какие-то проблемы, выкинуть из ангара, но, в общем и целом, это приводит к тому, что эти игроки теряют от нескольких секунд до нескольких минут, ну, в общем случае. Теперь к сетевому трафику. Опять же, игрушка реалтаймовая, и это приводит к тому, что посылается очень-очень-очень много пакетов, порядка 8 миллионов. Вот, в плане ширины канала я тут привел цифры, к чему это приводит, но самое неприятное для нас, что мир, поскольку я уже сказал пошаговый, он очень неравномерный. Я попытался изобразить на графике вот трафик, который характеризуется этими двумя цифрами, у меня получился забор, я решил его вам не показывать. Потому что, по факту, действительно, в одну миллисекунду все игроки одновременно, им с кластера отправляются сообщения, что было все честно, неравномерных бейзапах, о том, что мир изменился, вот вам новые изменения. Вот, соответственно, а в последующих, грубо говоря, там, до конца шага, там, 99 миллисекунд, не происходит ничего с точки зрения сетевого трафика. И это приводит к большим-большим проблемам на сетевом оборудовании. Далеко не каждая железка может выдержать такой пакетрейт, потому что его надо обработать за маленький такой фрагмент. Далеко не каждый провайдер, там, насколько готов к таким цифрам, ему приходится нам это подстраиваться, настраивать и так далее. Вот это наша, в каком-то степени, главная проблема. Как мы с этим боремся? Ну, на самом деле, никак не боремся. У нас есть механизм рандомизации и отправки пакетов, чтобы более-менее это сгладить, но по большому счету это для игроков становится нечестно, в том плане, что ты играешь с человеком в один бой, ему пакет ушел раньше, у него фактически пинг лучше, ай-яй-яй. Вот, но это приводит нас к тому, что, в принципе, мы такой механизм имеем, мы иногда его используем. Если возникают проблемы на сетьмом оборудовании провайдера, если возникают серьезные проблемы в каком-то кластеров, мы умеем их рандомизировать. Последнее время мы это включаем только при вводе новой периферии, во время тестового периода, мы включаем рандомизацию, пока когда нам уже все операторы перенастроятся, трафики будут готовы к нашему трафику, мы уже отключаем. Кто играл в танчики в 2010 году, в 2011, знает, что танчики очень часто ложились. Вот, к сожалению, мы совсем не узнавидали с размером аудитории, ну, совсем от слова, ну, в сто раз. Хуже возникло то, что как только мы исправляли какие-то определенные проблемы, возникали новые, потому что аудитория росла постоянно, это приводило к тому, что у нас проявлялись все новые и новые баги, мы только-только-только заказывали определенное оборудование, а игроки его уже занимали, и на самом деле инженеры, ну, фактически полтора-два года работали в режиме постоянного врала. Я не говорю о том, что это овертаймы какие-то серьезные, но то, что вам к любому инженеру могли позвонить в 3 часа ночи и отправить решать проблему, это было достаточно типичным, и происходило, если не каждый день, то через день. Также со временем возникла такая проблемная ситуация, что сам кластер, конечно, он там горизонтально масштабируемый до каких-то безумных значений, но у него есть какой-то предел. Мы даже по большому счету не уверены, грубо говоря, где он там конкретно находится, но заметили, что после определенных цифр кластер становится очень сложным в поддержке. В нем все чаще и чаще случаются проблемы, возникают проблемы с потерей пакетов, то есть с их ресендами, и это все сильно влияет на геймплей. То есть возник некоторый предел масштабирования. Надо разделить кластеры на кусочки, а достаточно типично, весь мир так делает, делаем кластеры на кусочки, запускаем несколько кластеров, вводятся так называемые шарды, реалмы, но сразу пришел менеджмент и сказал, типа ультимативные бизнес-требования регионно шарды не делить. Мы хотим, чтобы аудитория в любой момент прозрачная, любой человек мог поиграть с одним, и, собственно, надо как-то выкручиваться. Ну, понятно, с инженерной точки зрения кластер выделять обязательно, там уже совсем ему никак. Ну и родилась такая концепция, что давайте мы развернем два кластера, каким-то образом научим аккаунты быстро-быстро на него переезжать, ну, из разряда, не знаю, в базе данных одного пометили, что он уехал на другое место, в другом месте подняли и запустили. Вроде бы хорошо, однако возникла проблема, связанная с тем, что, соответственно, в мейн-теннете вообще непонятно, где сейчас актуальная версия аккаунта. Она может быть на одном кластере, она может быть на другом кластере, она может быть вообще где-то посередине, и вообще, если вдруг нужно собрать информацию о том, что у нас где происходит, вообще что делать, вообще непонятно. Ну, соответственно, несколько проразмыслив вот с этой концепцией, что объект уезжает на другой кластер, пришли к мысли, что давайте заведем отдельный кластер, с которого объекты будут всегда уезжать. Ну, такой вариант, если ассоциация на тему роуминга. У нас есть центральный кластер, и все наши игроки находятся на перифориях ru1-ru7, они постоянно в роуминге. Их там кластер полностью обслуживает, делает commit msql, вычитывает, но периодически они посылаются на главный мастер. Соответственно, фича получила название переездец, это официальный термин, за то, что вообще непонятно, как сделать, это какая-то задача на тему переезда, ну, а второе слово вы сами догадаетесь. Вот. Соответственно, пришли к концепции метакластера. Есть какой-то сервер, который является постоянным хранилищем, на нем запустены аккаунты прокси. Это не просто там слейвы, они на самом деле занимаются определенными расчетами логики. Схема взаимодействия с вебом, я дальше к этому приду, она осталась разработана, ну, как осталось на центре. Соответственно, в эти аккаунты иногда приходят сообщения о том, что человеку что-то начислили, человеку пришло приглашение в бой, человеку нужно сделать какой-то айтем. Вот. Поэтому вот аккаунты на центрах и периферии, они с собой неразрывно связаны, между ними ходит трафик, они друг другу сообщают о том, что нужно выполнить какое-то действие. Вот. На перифериях, родин и так далее, происходит некоторое такое хранилище сервисов, хранилище аккаунтов. Они там, грубо говоря, играют полноценные бои, все у них хорошо, но, как я уже сказал, только иногда скидываются на центры. Когда мы эту штуку сделали, мы заметили, что мы порешали не только одну проблему смасштабированию, мы решили еще огромное количество проблем. Самое приятное для игроков оказалось, делал распределенность, появился кластер в Мюнхене, появился кластер в Новосибирске. А игрушка такова, что, соответственно, чем меньше пинг, тем лучше. Игрокам очень нравится играть с маленьким пингом. Порешалась каким-то образом проблема с отказоустойчивостью, в том плане, что выход теперь одного из кластеров не вызывает проблему для всех остальных игроков. Если там тракторист для девайса или сгорела стойка, или все что угодно, игроки достаточно быстро могут в течение нескольких минут отправиться на другой кластер и там поиграть. И есть такая важная политическая причина, это независимость от датакластеров, от операторов трафика, потому что наш трафик уже на самом деле является достаточно большим и, грубо говоря, нивелирует там проблему того, что мы зависим от какого-то одного оператора, который может либо нам диктовать условия, либо диктовать пользователе условия игрокам. В общем, получилось, вроде бы, неплохо. Дальше вещь, которая, соответственно, имеет место быть важной для… вокруг любой игрушки, и это действительно очень важно, об этом никогда не стоит забывать. Это все та самая веб-обвязка, которая существует вокруг игрушки. Ее много. Ее реально много, и это все нужно делать, и некоторые из этих задач гораздо сложнее разработки сервера. Например, платежная форма, так, чтобы пользователя научить платить, чтобы он это делал любя, чтобы он не задумывался о том, что он тратит деньги, ему это было легко. Сумасшедшая задача в плане UI и UX, а с другой стороны, обработка платежей, сделать так, чтобы вы поддерживали 100-500 агрегаторов, которые существуют в различных мирах, различных сервисах, тоже противовес, наоборот, очень сложная задача. Не потерять ни одного платежа, там, пониметь информацию, поддерживать всякие кастомные протоколы, потому что эти вещи там уникальны. Ну, новости, как бы, регистрация контента вполне достаточно типичная, делается несколько стандартным образом. Вот, также есть, как бы, такое понятие, что игроками надо управлять. Надо им периодически устраивать менеджмент суппорту, начислять какой-то голд, забирать какие-то танчики, начислять танчики, расследовать какие-то различные инциденты. Собственно, такой вот сервис, это, опять же, мы реализовали на базе веба. Вообще, мы постарались вынести из игрового движка, как достаточно такой сервиса, который бы занимался только игрой, все-все-все задачи, которые можно вынести в принципе, включая рейтинги, клановые воины, если кто-то знает, и прочие аспекты, все это считается в вебе, и этим разработчики, как бы, серверы не нагружены. Ну, а со временем сейчас нам это приносит профит в том плане, что самолеты, корабли и другие игры получают эту функциональность практически автоматически. Для интеграции с игровым сервером в основном мы выбрали протоколы MQP. Вот, он, как бы, достаточно красивый, аккуратный в том плане. То, что он во время работы зависит от отдельного сервера, нам даже показалось огромным преимуществом в том плане, что эмиттеры по сообщению и конзюмеры могут расходиться вообще в враженном жизненном цикле. То есть, грубо говоря, лежит сервер, нет никакой проблемы, послать в него какую-то информацию, запустится, разберет. MQP, конечно, не очень удобный сервис для многих разработчиков. В каких-то местах мы просто написали для него в раппера над XML-RPC. Это, ну, на самом деле, в последнее время не очень используется. Также очень важный аспект возник, собственно, как разрабатывать веб достаточно быстро и просто. Вот, мы, как бы, подошли к ламп-подходу такому стандартному. Вот, и самая главная проблема, которая возникла, что в игровом сервере все данные хранятся в очень бинарном виде, там, фактически ужасный KVLU-сторидж, который, там, любой классический веб-программист очень будет не любить работать, там, чуть ли не код сервера подтягивать для того, чтобы понять, что там лежит поля в лобах. Это очень-очень-очень некрасиво и неинтересно. И мы решили сделать такую понятию, как реплику игрушки в революционном виде. Когда аккаунт изменяется, ну, грубо говоря, например, на событие логаута, он отправляет сообщение о том, что я изменился, специальный сервис получает это сообщение и ложит в базу, отдельную базу, совершенно отдельную, в красивом, на революционном виде, где все данные разложены по столбцам, все красиво, аккуратно. Вот, соответственно, второй возник вопрос при разработке большого проекта, это, собственно, как делать, собственно, этот веб. И мы, ну, как бы, пришли к совершенно очевидному, ну, в какой-то степени, в том, что, как такой сервисной архитектуре. Любая задача, фактически, у нас со временем выделяется в отдельный проект. Соответственно, все, все, что я там показывал, все вот эти вот проекты, фактически, по факту, это являются отдельным проектом, который работает отдельно, независимо от другого. У нас только можно назвать это вертикальным протиционированием. Есть там сайт, который занимался регистрацией показа новостей, через какое-то время переделали, теперь у нас отдельный сайт занимается регистрацией, отдельный сайт занимается новостями и так далее. Вот, соответственно, протоколами взаимодействия у нас остались MQP, HTTP, как основные для веба. Вот, ну и во многих местах, естественно, нам гораздо проще пойти в базу там SQL другого продукта, чем что-то и разбираться. Соответственно, в вебе у нас используется следующий цех технологий, вот такая наша варианция на тему LAMP в левом столбце. На самом деле, все очень стабильно, выверено годами, об этом написано сто пятьсот книжек, технологии просто, не то чтобы гугляться, их, наверное, уже, ну, все знают, то есть, клинукс, инжинексу, опачу, там, SQL, претензий нет никаких. Бетон, МКЖД, Рабит МКЮ, опять же, широко опробленные, использованные средства. Вот, мы специально остановились на самых простых таких вот каменных технологиях, чтобы больше в разработке сфокусироваться на бизнес-фичах. А вот эта вот штука слева, она весьма стабильная, она хорошо работает. Единственная проблема, которая там, собственно, стоит, это организация background-жедач для того, чтобы всякие запросы, хождение к сторонним ресурсам и так далее, работали хорошо. Ну, грубо говоря, не очень приятно во время обработчика сразу обрабатывать, поэтому это просто сделано через обработку background-job-мфтью в Рабит МКЮ, а пользователь получает красивый Аякси, который периодически посылает информацию, ну что там, моя задачка закончилась или не закончилась. Конечно, грубо говоря, есть отклонения. Конечно, далеко не все задачи можно решить с этим стеком, поэтому у нас есть некоторые отклонения, но они точечные. Есть у нас и Ruby, и PSG SQL, и MongoDB, и Redis, и Twisted, но это точечные вкрапления. Это для решения тех задач, которые по-другому было просто решить с этой точки зрения уже нельзя. Получилась такая гетерогенная среда, но за счет протокола там MQP и SQL взаимодействие, оно достаточно красиво друг друга дополняет и не создает никаких проблем. Вот. Последняя тема, на которую я хотел становиться, это проблема обновления клиента. Классический подход. Лаунчер, который поддерживает торренты, HTTPS протоколы, понимает, соответственно, как клиент обновлять, какие файлы надо, грубо говоря, залочить, как какие файлы обновить, перетереть. Но есть главная проблема. Проблема раздачи любого обновления это раздать его быстро. Особенно, когда игроки вчера играли. Ну, порядка двух миллионов игроков играют каждый день. Игрок играл вчера, он хочет поиграть сегодня. Да, он готов запустить клиент, да, он готов подождать какого-то объема скачивания. Но, ну, надо как-то ему очень это быстро раздать. К сожалению, вот там вот, я пометил, есть два файла, которые у нас есть. Мы в данный момент не умеем раздавать обновления заранее. И это приводит к тому, что, соответственно, что игрок, даже если он скачал свой гигабайт на широком канале достаточно быстро, он дальше в раздаче не участвует. Вот. А вторая проблема это то, что мы не хотим специально, чтобы игроки наши раздавали клиенты или обновления, когда они играют в игрушку. У них должен быть самый лучший экспириенс. Поэтому после того, как они запустили игрушку, вот, не должно им мешать их трафику. Ничего, поскольку в России там на самом деле с трафиком вообще у людей непонятно. Ну и размер обновления достаточно большой. Там есть это контентный патч, там куча карт, куча танчиков. Мы пошли следующим образом. Мы начали собирать статистику. Собственно, лаунчер там периодически при скачивании каждого патча посылает информацию вообще полностью, кто его скачал, откуда, с какой скоростью, за какое время. Вот. Также собираем как бы статистику с трекер, как качественно люди обращаются к нему, как некачественно. И, соответственно, статистика CDN о том, как качественно мы раздаем, сколько людей обращаются к CDN, как много людей там сваливается в HTTP fallback. Вот. Когда мы проанализируем наши проблемы, мы возникли как бы такая ситуация, что HTTP вариант для нас самый неустраивающий. Если по каким-то причинам у человека возникает проблема, что он свалился на HTTP, на вариант торрент у него не потянулись, то это вариант самый некрасивый и неудобный для нас, потому что сразу там, грубо говоря, 100% скачивает по HTTP, перегружая там CDN. Вот. Соответственно, пришли к следующему решению. У нас есть несколько торрент серверов, которые раздают как бы патч. Их не так много, но, собственно, в трекер мы пропатчили таким образом, чтобы в том вот списке адресов, у кого есть какие чанки, эти наши сервера отдавались всегда в топе. Это отучило лаунчер наш задумываться о том, что у игрока на самом деле торренты работают, просто вот конкретно в данный момент он не может поймать большое количество игроков, у которых они могут это скачать. Вот. Второй вопрос, соответственно, это в торрентах включили веб-сиды, когда фрагменты несуществующие скачиваются с HTTP. Ну и таким образом фактически 99% прибили к технологиям как бы торрента, ну а соотношение скачивания трафика между торрентом и CDN-ом там стало уже один к одному. Ну а потом посмотрели на графику, схематично изобразил, собственно, как у нас меняется пик онлайна в день обновлений, когда игрокам нужно много скачать. Посмотрели, получилось, что особого спада нет и, собственно, на этом пока удовлетворены. Если дальше будут возникать проблемы или будут возникать провалы в день выхода патча, мы, собственно, будем это уже оптимизировать. Соответственно, вот я тут тезисно рассказал некоторых, как бы говоря, пять подходов, которые мы используем для того, чтобы танчики вообще игрались, чтобы вы играли в танчики. Давайте еще раз как бы самое основное. Мы специально остановились на том, что скорость разработки фичей, уж простите, это самый важный момент. Поэтому питон на сервере, поэтому питон в вебе. Опять же, питон и там, и там, для того, чтобы в случае чего можно было шарить код, передавать сообщения, чуть ли не запекленными в МКП. Вот, опять же, для простоты разработки, для простоты реализации фичей у нас синхронный поход везде, где там, как можно, на сервере, на клиенте, на вебе. А МКП есть местами, есть местами, вообще говоря, синхронный подход, то, что я рассказывал на сервере по ссылку сообщений, но это только там, где это необходимо. Также вот с точки зрения нашего опыта, МКП это отличный способ реализации РПЦ. У вас два сервиса, которые между собой не зависят. Каждый из них может лежать в любой момент времени, а за счет брокера RabbitMQ в нашем случае, он как бы все эти сообщения накапливает и не теряет. Ну и некоторый такой тезис, который, собственно, с моей точки зрения, даже, возможно, не удается в пояснении, что работа с объектами в памяти самая быстрая. Если у вас происходит часто обращение к каким-то сущностям, то не стоит их там постоянно после каждого изменения ложить в базу, стоит накапливать полуизменений и держать их какое-то время в сессии. Вот, все. Спасибо за внимание. Вопросы? Ну, здесь как бы про выкатку в продакшн. Есть две параллельные вещи. Это сервер и веб. Сервер выкатывается, грубо говоря, вот с даунтаймом, выкатывается большое обновление на одну из нот, а потом марсинком раскатывается на весь пул серверов. Ну, достаточно в лоб и понятно. С точки зрения веба, ну, вообще, чтобы характеризовать работу в компании, у нас есть три отдела, которые занимаются ну, несколькими различными вещами. У нас есть админы, они отвечают за серверную инфраструктуру, за сервера и, грубо говоря, все то, что делается на серверах от рута. И у нас есть отделы там деплоймента, девопсов, которые отвечают за то, чтобы приложение выпустить в продакшн. Соответственно, админы для своих задач админских используют Puppet, а девопсы используют для раскатывания приложений и фабрик. Соответственно, написаны скрипты, и там в несколько, соответственно, в одну команду оно раскатывается. Еще вопросы? Раз, раз, проехал. Расскажите, пожалуйста, про физический движок. Сколько одна физическая нода может просчитать клиентов? У нас нет физических нод. Физика считается там же, где считается больно, на целапах. Введение физики повысили нагрузку на ЦПУ примерно на 10-15%. Это разрушаемость, собственно, в первую очередь, это разрушаемость системы и то, что объекты теперь могут наезжать друг на дружку там. Просчитывается логика впечатлений. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Расскажите, какой у вас размер команды? Ну, на самом деле, проект состоит из большого количества кусочков. Вот веб-департ, например, в вебе команда там в данный момент порядка 100 человек, это 20 человек менеджмента, там 40 программистов, 40 тестировщиков. Серверная команда танков, там схема, ну, грубо говоря, тоже человек 50. Есть клиентская разработка, там, ну, разработка клиента, где уже упор идет на 3D-движок и там прочие такие, уже клиентские технологии, тоже опять человек 50 с QA. Ну, вот, ну, если в целом про разработку, то вот столько. Вообще в компании в данный момент полторы тысячи человек и там всевозможное количество сейлосов, суппорта, программистов, разработчиков и людей, которые в данный момент занимаются разработками других игр. Спасибо. Второй вопрос. Немножко расскажите о своей инсталляции MySQL. А, спасибо. Есть два заготовленных страйл слайда. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак, база, размер базы у нас 300 гигабайт, основной игровой, я там специально аж две пометил, MySQL, MySQL звездочка. Вот, 300 гигабайт. У нас, соответственно, чтобы это быстро работало, вот там вот нагрузка на самом деле колоссальная, даже с учетом того, что у нас чекаут и коммит происходят только при логине и логауте. Но это все равно до 40 тысяч обращений в секунду по селектам и так далее. Соответственно, как сделать MySQL быстрым на таких разу нагрузках? Есть один простой, ну, как бы, метод. Поставьте в сервер больше памяти. В данный момент в сервере, который обслуживает базу данных в 300 гигабайт, стоит 384 гигабайта памяти. Поэтому MySQL работает очень быстро. Надо будет больше, поставим больше. Пока железященьки нас не ограничивают. На самом деле, это из тех примеров, когда не стоит там что-то изобретать, когда на самом деле решения доступны и их легко купить. Есть единственная только проблема. Сервер иногда рестартует. И в этом случае возникает проблема программы кэша. Соответственно, в кэше у нас, грубо говоря, лежат все 300 гигабайт, их всех надо прогреть. Поэтому вот такой достаточно сумасшедший сторидж используется. Это именно HDD, не SSD. Только потому, что нам нужно очень быстрое секвенс чтение, последовательное чтение. Ну и при работе MySQL были последовательная запись. Соответственно, вот в Percone 5.5, кто не знает, там есть потрясающая фича прогрев кэша, и у нас кэш прогревается со скоростью гигабайт в секунду. Соответственно, вот данный с помощью данного сториджа. И приводит это к тому, что, соответственно, серверы стартуют минут 5-10 центральный. Собственно, из них, соответственно, эти 5-10 минут выходят на прогрев кэша. Это основная игровая база, которая отвечает за игроков. Есть финансовая база, она вот примерно такого размера, то есть на ней уже другая как бы задача, туда логирование информации о расходах, обработка различной информации. Там уже не так много памяти, но, опять же, очень большой сторидж. Вот. Туда пишется порядка, вот, безумное количество данных в день, но на самом деле эта база ротируется. Это база для суппорта, чтобы они знали, если с игроком, как он там что-то случилось в течение месяца, там расследование инцидента, когда ему что вернуть и так далее. Ну и опять же, наш достаточно стандартный сторидж для такой высокой нагрузки. Ну и мелкий комментарий. Мы используем X4. Не знаю, зачем я это написал, но просто мне потратили мы какое-то время на сравнение с XFS. На таком вот кейсе, когда идет последовательное чтение в первую очередь, последнюю запись, разницы не нашли, оставили X4. Максим, вы сказали, что у вас клиент это тонкий клиент. Обсчет идет на сервере. А почему? Ведь компьютер это политически мощный, а у вас ограниченная мощность. Почему не используется? Есть такая проблема, ну это уже из того, власти геймдизайна, для которой характерно для многих игр. Это читеры. На самом деле, проблема с точки зрения монтинизации настолько безумная, тебе действительно не хочется играть с человеком, который читерит. А самое жестокое с точки зрения психологии игроков, что если ты проиграл, тебя убили, ты все равно будешь считать, что с той стороны человек читерил. Поэтому первая задача, которая решалась с точки зрения бизнес-логики, она является аксиомой для нас. Убирать все возможности по читерству. Чтобы игровой сервер знал все, весь мир, а клиент знал только то, что ему действительно необходимо. Чтобы, ну, просто даже теоретически обрезать читерство. Это уже, ну, следствие из бизнеса. На второй вопрос вы ответили, спасибо. Первый вопрос, атака на серверную часть. Что-нибудь можете на это сказать? Ну, посмотрите, чтобы атаковать, ну, у нас есть, опять же, концепция с точки зрения разработки. Клиент находится в руках врага. Но это по определению. Соответственно, сервер, когда получает, грубо говоря, сообщение от клиента, мы на него смотрим, так же, как веб-программисты смотрят на браузер, там стопудово можно что-то подделать. Разработка на питоне там вообще помогает этому делать. Соответственно, на том уровне, опять же, идет определенное количество защиты на уровне проверки ретраев, борьба с тем, что он там кликает или досит какими-то специальными сообщениями сервер. Но, опять же, сервер, когда получает сообщение, он просто сразу проверяет, возможно это сделать или нет. Он как команду получил. Вот. А есть, правда, еще такой аспект в плане секьюрити установки сессии. Там просто, ну, стандартно асимметричное шифрование в дистрибутиве клиента есть ключ нашего сервера и логин фраза полностью подписывается и пробрасывается. Что? Нет, ни в коем случае HDD. Как я уже заметил, если кто не знает, 600 гигабайт для HDD нормально. Ну, дорогие, но нормальные. Здравствуйте. У меня такой вопрос. А вы используете GPU для расчета физики или что-то в этом духе? Или вы все считаете на CPU? Еще интересно, физику делали сами или это чье-то двигло? Смотрите, сейчас здесь идет про клиент, да, в первую очередь. Не-не-не, про сервер. Вы же говорите, у вас физика на сервере. На сервер считается на CPU. Там физика простейшая, только расчет взаимодействия и так далее. Всякие расчеты на GPU, типа Havok и прочее. Я не буду на этот вопрос отвечать, следите за новостями. Еще вопросы? У нас еще 10 минут целых. Можно вопрос, да? Да. Какие у вас основные перспективы и разработки на данный момент? Интересные какие-то идеи? Ну, не знаю. Самая главная проблемная вещь на данный момент это выпустить самолеты, выпустить кораблики. Этим занимаются отдельные студии. Если вы немножко смотрите, сори, я не вижу вас, где вы тут. Самый главный проблемный вопрос второй это, соответственно, технологически выйти на другие физические рынки, кроме PC. С точки зрения клиентской разработки это самая сложная часть. И, соответственно, видели все анонс игрушки на iPad, на Android. Будет еще. А вопрос по поводу HDD и SSD. Почему вы так критически относитесь к SSD? Они же на линейном чтении, по идее, делали эту конфигурацию. SSD по последовательному чтению, если вы действительно посылаете последовательную команду, по скорости чуть медленнее, чем HDD. И, опять же, на таких размерах они безумно дороги. Есть проблема рисков, что они могут выходить из строя. Мы бы не хотели этого избежать. И, опять же, возвращаюсь к ответу. Вот так вот установили, оно работает хорошо, а поле для экспериментов мы и себя не хотим делать. Ясно. Спасибо. В тезисах обещался рассказ о проблемах на сетевом оборудовании, в том числе на CIS. Была у нас такая потрясающая история, если кто помнит, в патч 7.3 октября 2011 года, когда вышел патч, и внезапно все стало ужасно. Вот оказалось, ну, на самом деле, такой трафик требует дополнительной настройки. А все операторы, когда мы разворачиваем периферию, мы прощаемся к операторам трафика, к провайдерам, пожалуйста, перенастройте свое оборудование. Приходят постоянно, входят опять же периферии, нам жалуются игроки, мы взаимодействуем со всеми операторами, провайдерами на тему того, что, пожалуйста, переконфигурируйте наше оборудование. А там был достаточно интересный кейс, CISовская железка оказалась достаточно, ну, с багом, она просто начала терять пакеты, а мы это, ну, очень не любим потери пакеты, вот именно в ту ужасную миллисекунду, когда вырастется большой всплеск, вот. Ну, из-за интересной истории в том факте, что мы это у себя легко повторяли, когда мы отдали эту железку в CISCO, им понадобилось неделю выходить в специальные лаборатории, чтобы повторить такой трафик. Ну, оно случается, это просто норма, мы с этим живем. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как вы добиваетесь сохранности базы данных? То есть, если у вас используется один большой сервер, то за счет чего вы делаете бэкап? Во-первых, с точки зрения бэкапа у Перконы есть, ну, опять же, он работающий с MySQL'ем и с Перконовским сервером экстрадэкап, а делаем мы с него с реплики, понятно, что у каждой базы есть реплика, с реплики, соответственно, и делаем экстрадэкап. На вебовских серверах, в принципе, аналогично, экстрадэкапом снимаем. Ну, это занимает какое-то время, но делается регулярно. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Один вопрос, не связанный с железом, софтом. Как людьми управляете? Установка задач, методология? Ну, на самом деле, я даже не, ну, я вообще говоря, инженер, с недавних пор темлит, и у меня эта тема, так, тема, которую я хотел бы избегать всячески. У нас тут есть пару представителей менеджмента, более подробный вопрос задайте им, они вам все красивое пишут. Но с моей точки зрения, есть, ну, некоторый такой подход, деление продукта максимально на маленькие кусочки. Мы хотим его делать маленькими командами. Я вот приводил список про веба, это фактически 10 веб-проектов. На самом деле у нас в вебе, с точки зрения всего многого раза, существует 33 веб-проекта. А когда есть уже отдельный проект, серверная команда, это отдельный проект. 3D-движок отдельный проект, физический движок отдельный проект. Вот такое очень тонкое профессионирование по проектам. А проектам, в котором уже разработка ведется тремя-пятью человеками из 10 до 10, ну, управляет достаточно просто. Ну, по крайней мере, как тем лидом. Есть, конечно, там, остается еще вопрос, между собой договаривается, но договариваются вроде хорошо. Ну, и по своей работе не на 100% занимаются тем, что договариваются, согласовывают что-то и так далее. Еще вопросы? Не вижу. Здравствуйте. Спасибо за интересный доклад. У меня вопрос такой. Что вы используете для контроля версии исходного кода? SVN. У нас… Ну, я поясню на самом деле. Есть такая проблема. Первая проблема очевидно истерически. Вот. Вторая проблема, ну, чуть подробнее. При разработке игрового сервера для его работы гораздо удобнее медиафайлы, физические файлы хранить, коммитить в одно место. Поэтому полная версия игрового сервера без точки SVN, то есть просто чекаут, занимает порядка 40 гигабайт. Соответственно, вот то, что находится на сервере, оно занимает 40 гигабайт. А в вебе у нас есть вопрос, соответственно, связанный с тем, что нужно периодически шарить код. Там, где экстерналуза использовать, где что-то. Вот, соответственно, так мы ввязались в то, что у нас SVN, как бы, и на веб-проектах. А потом уже, грубо говоря, по мере развития было написано кучу автоматизированных тузов, которые интеграцию Steam City сделали, сделали там автоматическое обновление и так далее. И от этого сейчас не очень хочется уходить. А с другой стороны, особо проблемы не возникают в том плане, что у нас есть вполне четкое правило, что разработка ведется только в офисе, а с локальным SVN-хранилищем даже такого размера из офиса работа происходит достаточно быстро. Каждый разработчик локально, понятно, имеет дело, вольность делать, что хочет. Например, использовать GIT SVN, ну и пускай, собственно, разрабатывает. Спасибо. Еще вопрос. Как вы обеспечиваете так, чтобы только качественный код попадал в продакшн? Какой у вас релизный процесс в смысле стабилизации кода, сборки и всего такого? Тестируем. Много тестируем, тестируем на самых различных уровнях. На самом деле, можно делать отдельный доклад про то, как мы тестируем. Первый уровень, это понятно, юнитесты покрытием достаточно качественной интеграции этого в TeamCity. Второй этап, QA просто физически проверяет очередную версию. У нас есть система стейджингов, которая работает внутри офиса, где у нас для каждого продукта, для каждого региона существует развернутый инстанс. То есть это по существу порядка 300 виртуалок, в которых, соответственно, каждый продукт крутится в своей специальной версии, которым пользуются тестировщики. Соответственно, опять же, на этом этапе уже тестируется выкатка в продакшн и работа. Потом происходит выкатка на общий тест, на супертест, грубо говоря, в зависимости от того, это сервер или веб. Общий цикл получается такой, что порядка двух месяцев сейчас получается, от начала разработки до фичи в продакшне, если это простая фича. Сложные могут делаться годами. Здравствуйте. Я здесь. С другой стороны. Все равно не вижу. А, окей, да. Да. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот сейчас у вас есть семь игровых серверов. А физический, сколько серверов, физических серверов составляет один сервер? 300 штук для шестерых. Порядка 50-60, ну, грубо. То есть 50 железных машин составляют один сервер? Сейчас вам покажу, каких железных машин я к этому. А, откатите мне назад. Так не сюда, туда. О, вот примерно таких. Спасибо. Порядки 32 ядер, 64 гигабайта памяти, 4 сетевого интерфейса. Вот порядка 50 таких вот машин на один кластер. А сколько боев одновременно обсчитывает такая машина? А посчитайте, пожалуйста, сами. Зайдите в онлайн, посмотрите, сколько там сейчас играет вечером, и 300 серверов, собственно, это все считают. Хорошо. А сколько человек разрабатывает новые игровые локации, новые игровые карты? Не знаю, честно говоря. Вообще не ко мне. А дипайп, разработки карт, арта, 3D графики вообще отдельно от меня, я не в курсе. Пойян, спасибо. А вот скажите, как у вас устроено взаимодействие с разработчиками Big World, и поменялось ли как-то после того, как компания одну долгую купила, вы с ними как-то взаимодействуете активно, или это просто движок и движок? Мы с ними стали активно взаимодействовать, в том плане, что мы стали проталкивать в них фичи, которые нам необходимы, а также возник вопрос о том, что, собственно, они теперь должны делать единый движок для всех трех игр, и как-то его более качественно продвигать. У нас есть, опять же, собственное мнение о том, что больше необходимо нам в разработке. Вот. Ну и если кратко, то попросили их перестать заниматься другими проектами, больше сфокусироваться на наших, и, не знаю, нам прислали их там 30 человек к нам на рассказ, собственно, о том, где съездили туда, рассказали. Ну и активное взаимодействие, как уже просто с удаленным офисом. Ну, это достаточно позволило им сломить релизные циклы в пользу нас и сделать это более качественным и продуктивным. А как у них устроены релизы? И как-то вы согласуете релизы между собой? Что там происходит? На самом деле вещи асинхронные. Мы, грубо говоря, для нас перейти на новую версию игрового движка занимает один месяц. Ну, это, грубо говоря, пару человек над этим трудятся там в течение определенного месяца, когда у них готова новая версия. Вот, соответственно, за пару месяцев просто планируется, что очередной релиз будет не на такой версии движка, а на такой. Получаем какие-то там пре-альфы, начинаем переводить движок, потом выкатывается это в тестирование, тестируем и выходим. А с остальными их клиентами что сейчас происходит? Не знаю. Сворачивается? Не-не, там продолжается поддержка, другое дело, что у нас есть собственное мнение о том, что нужно продавать, и, возможно, игровой движок это мало для продажи игровым клиентам. Последний вопрос. Здравствуйте. Спасибо за доклад, спасибо за интересную игру. А что никто не хлопает? У меня вопрос такой. Хостинг, дата-центры и использователи облачной технологии. И где вы размещаетесь? В России или за рубежом в Амазоне? Ну, можно пропинговать. Мы есть в Мюнхене, в Москве, в Новосибирске и в данный момент все. Облачные не используем вообще, потому что это дорого на больших объемах. Свои облачные. Не используем. Вторая причина, по которой мы стараемся избегать, для нас очень важна реалтаймовость, и мы в данный момент очень боимся понятия оверкоммита. Даже вот эти вот процессы, которые у нас запущены на нодах, они запущены по количеству ядер. Мы не хотели бы оверкоммита ресурсов в CPU. CDN. Свой или какую-то? Чужой. Чужой. Спасибо. Может, даже кто-то здесь сидит из тех, кто... делом? Я бы понял. У меня такой вопрос. Бывала ли ситуация, когда клиент, который скачивает обновление, ломался и не мог скачать следующее обновление? Мы просто не выкладываем в паблик обновление заранее. Оно не лежит на CDN. Теоретически может случиться ситуация, что клиент скачает сломанную версию и больше не сможет обновляться. Ну, смотри, вот это вот сервис-лаунчер, он заранее при старте опрашивает сервисы, узнает, какая сейчас версия актуальна, специальный сервис, который всегда говорит о том, какая информация актуальна. А с другой стороны, ну, сломает человек себе клиент, перекачает его заново, сам виноват. Нам-то все равно. Версии не совпадут, мы его пошлем.